В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио Самая смелая программа Крымский пармезан Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин Обсудят самые важные события недели И сделают они это не так, как все Здравствуйте, друзья На самом деле наша программа самая некошерная Потому что работать по субботам это грех А мы продолжаем грешить Поэтому мы используем этого персонажа Те, кто за нами подглядывает еще в социальных сетях Или в видеотрансляции, они видят, что у нас есть третий участник Он неизменный, примерно так же, как неизменен отсутствующий Александр Янковский Но мы продолжаем ждать Друзья, Сергей Макрушин, Павел Казарин Сегодня будет обсуждать самое важное из того, что произошло на полуострове И наш уникальный ждун Я вот с него бы хотел начать выпуск Потому что новость наша первая Судя по всему о нем Внешний вид нового терминала аэропорта Симферополя Вдохновил крымских любителей косплея На создание костюмов в духе космической фантастики То есть, подожди, люди будут допускаться в терминалы только если они будут приходить в костюме магистра Йода, Дарта Вейдера, я не знаю, там, я не знаю, Анна Киновская Или хотя бы Буратино Буратино, а почему космическая фантастика же, я так понимаю, тема этого косплея Фантастика Костюмы энтузиастов, которые, собственно, решили устроить там фотосессию, состоят из нескольких частей Шлемы напоминают фасады здания Юбки и крылья символизируют воздух и воду А верхняя часть сложная металлическую конструкцию терминала Я пришел в костюме аэропорта Сложности распила, так сказать, да Друзья, мне вот новость понравилась Власти Крыма берут взятки, но при этом борются с ними Считают крымчане Они берут и уничтожают их просто Да, издание примечания поведало нам, что треть жителей Крыма, а именно 32%, полагают, что уровень коррупции в органах власти является высоким Но при этом крымчане верят, что власти со взяточничеством борются Говорится, Михалыч, ты деньги берешь, берешь, борешься, борюсь Правильно, Михалыч, ты как бы честный коррупционер Но если, раз уж мы о социологии здесь заговорили Если ты позволишь, просто пара цифр в ЦИОМ, которые, собственно, опрашивал крымчан в январе 2018 года Он определил, что 27% опрошенных считают, что уровень коррупции не изменился и по-прежнему остается высоким А еще 5% считают, что коррупции в Крыму стало больше Больше Еще больше Еще больше стало в Крыму тех, кто доволен в целом своей жизнью, по данным того же в ЦИОМ Ну? 88% 88% считают российские социологи крымчан довольны своей жизнью Они опросили, я так понимаю, Сергея Аксенова, Владимира Константинова Назалью Паховонскую Георгия Григория Риофи Да, и так 1600 человек, собственно, по своей телефонной базе И понимаешь, только вот Фикс сказал, нет, я недоволен, у меня могла быть должность и повыше И повыше, и побольше, да И вот поэтому испортил статистику Мне на самом деле интересно, как проводятся эти опросы Это значит звонять человеку Да Это телефонный опрос Ночью в 3 утра Говорят, здравствуйте, мы из прокуратуры, вы довольны? Здравствуйте, вы довольны своей жизнью? А как вам, Сергей Аксенов? А за Владимира Путина голосовать пойдете? А человек такой спрашивает, а как мне звонить на выключенный телефон? И причем голос такой должен быть суровый Да Подполковничий, как минимум, да Вот тогда сразу 90% Если полковничий голос, то уже 95% ответа, что все довольны Понимаешь, генеральский голос 102% Все довольны, даже тех, кого не спросили Друзья, певица Легкоступова, твоя любимица, Сережа Да, я знаю целую песню, одну ее песню Которая, напомни, как звучит Ягода-малина Ягода-малина Нас к себе манила Нас к себе манила Которая недавно стала чиновницей в Феодосии Там она возглавила отдел по вопросам культуры Она рассказала, для чего она это сделала Для чего, так сказать, бросила на взлете свою эстрадную карьеру Брозе изложила, я надеюсь Нет, новую песню, я так понимаю, написала Я вам расскажу все без... Ладно, в общем, не написала она, на самом деле, новую песню Вот, рассказала, что работает по 18 часов В первую очередь над собой Это, я так понимаю, что косметик Там, я не знаю, глаза окрасит Это управление феодосийского горсовета По делам Валентины Легкоступовой теперь Да, она сказала, что Феодосия ее малая родина Ей, я так понимаю, теперь, поэтому город не жалко И поэтому она решила возглавить местное управление культурой Ну вот, что бывает с людьми, у которых кроме одной песни Никак не заладилось в жизни Ты про Юрия Лозу сейчас? Ну и про него, и про Легкоступову Хотя у Лозы песен больше, чем одна Да, вот о песне, которая теперь одна на всю жизнь На Крымском мосту организуют спецучасток для голосования на выборах Для жителей Керченского моста Для жителей Керченского моста исключительно Их много, я так понимаю И для тех, кто там застрянет Значит, в зоне строительства Керченского моста И строительства нового терминала аэропорта Симферополь Будут организованы избирательные участки Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Крыма Так называемый Михаил Малышев Тот самый человек, который устраивал так называемый референдум Да, цитата Образованы спецучастки в зоне строительства моста И терминале аэропорта Симферополь Там безотрывно работает большое количество людей Сейчас мы планируем два этих участка Но не исключено, что образуем еще один В зоне строительства ТЭС в Симферопольском районе А это отличный метод, понимаешь? Так смотришь, там в Симферополе проголосовало 50 тысяч человек Там в Севастополе 50 тысяч человек На Керченском мосту 80 тысяч человек проголосовало И это только за первые два часа после открытия участка, понимаешь? А потом еще столько же проголосовало Я думаю, что можно ставить избирательные участки где-нибудь на трассе Керчь-Симферополь Там где по интенсивному движению Раньше был ларек с шаурмой, а там как бы теперь... И шлагбаум И шлагбаум, да, КПП Бюллетень бросил, поехал дальше Покажи заполненный бюллетень Покажи фотографию заполненную бюллетень Тогда мы тебя пропустим дальше Отличная идея, кстати, на самом деле Вот, друзья, о, моя любимая новость Сережа, мы с тобой отличились Симферополь и Керчь признали самыми криминогенными городами Крыма Знаете почему? Да, почему? Керчане часто ездят в Симферополь Симферополь и Керчь Ну, обмен, да Да, обмен, в общем, культурный такой За прошлый год больше всего преступления совершили в Симферополе А также в Феодосии и Керчи В Феодосии еще попала в нашу теперь уже триаду Вот, об этом отчитались российские правоохранители Вот, порядка 40% преступлений совершается в общественных местах 60% в быту, то есть дома То есть совершай как бы преступления дома Не как бы не беспокой соседей Вот, ну, а кроме того Еще Белогорский, Красногвардейский и Симферопольские районы Они отличились Каждый по-своему Молодцы, я бы хотел сказать Ну, что я могу сказать В общем, езжать и в Бахчисарай Он как бы в этом перечне, его я не вижу Или в Севастополь А что в Севастополе? А в Севастополе севастопольцы посидели за пультом управления ракетным комплексом Посидели Или посидели Здесь важно, да Хотел на это обратить внимание Еще не посидели Показ военной техники ВВС и ПВО Состоящий на вооружении соединения военно-воздушных сил И противовоздушной обороны Южного военного округа Состоялся 22 февраля в Севастополе Всем желающим предоставили возможность Не только визуально ознакомиться с пусковыми установками Зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» Зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» И другими образцами техники Но и посидеть за пультами управления комплексом и за рулем боевых машин Одним вот так вот уже, знаешь, на Донбассе позволили посидеть за пультом управления Бука И мы все знаем, чем это закончилось И теперь прячут их Сколько лет Уже трупы их, я так понимаю, прячут Друзья, на самом деле, военная техника, я так понимаю, в преддверии 23 февраля Она кочевала по всему Крыму Потому что Севастополь тоже не оменула чаши сия И там выставка военной техники на площади Ленина В Симферополе, да Вот, и там показательное выступление военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации То есть там известные их там нет И вышли так, как бы промаршировали без знаков отличия Как они это делали на Донбассе, в Крыму и в Сирии Правда, чревато это было только в Сирии Ну и немножечко на Донбассе Вот это все происходит на фоне того, что туроператоры говорят, что Крыму не хватает правильного пиара Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Владелец туркомпании Вадим Шпильман Считает, что Крыму не хватает пиара, чтобы сделать его более популярным местом среди туристов Цитата Что знают в Москве о Крыме? Что Крым наш Второе, что строится мост Все Мы не знаем, какие есть площадки, какие есть компании, которые обеспечивают кейтеринг, трансферную часть, вертолетные площадки и так далее А 23 февраля, вот выставка, это для кого? Подожди, я пытаюсь понять В 2014 году Россия рассказывала всему миру о том, что Крым это исконно российская территория, город русской славы, колыбель русского православия, цивилизация, основа, точка сборки и так далее А тут оказывается, что кроме Крымского моста россияне ничего про Крым не знают Она всем рассказывала, но сама-то и не поверила Сама-то и не поверила, да Останови, что ты знаешь про Крым? Там Крымский мост А, ну понятно Там деньги наши пилят Все, больше ничего не знают Там есть Керчь А зачем тогда было вообще оккупировать и отбирать? Мало ли где Россия пилит деньги Она пилит деньги в Сирии, например Она пилит деньги на какие-то строительства Северного потока Так, не знаю, могли бы напасть на Данию Не знаю В конце концов, Дания далеко Ну, в Крыму, кроме того, не хватает пятизвездочных отелей По мнению главы Ростуризма Олега Сафонова Ну вот Говорит, мало у нас пятизвездочных отелей Поэтому турист, собственно, не едет То есть, турист, я так понимаю, не едет в Крым Потому что в Крыму недостаточно дорогой отдых Вот были бы пятизвездочные отели Где номера там по 500 долларов в сутки Тогда бы ехали А так, понимаешь, он смотрит в приискурант Там по 150 долларов в сутки Говорит, нищеброды, не поедут Ни одной, как бы, знаменитой этой эксклюзивной чурчхелы по 800 долларов Даже не купишь, как бы, на пляже в Керчи Наша рубрика не постоянная, правда Но новости Артека Новости Артека Вы помните, Павел, вот в Артеке реконструировали Нюрнбергский процесс Вот я так понимаю, что идея зашла Потому что теперь там стартовал конкурс на участие в тематической смене Юный следователь Да ладно? Да, детей планируют обучать навыкам следователя Сексоты России Да, конкурсы допускаются школьники от 11 до 17 лет Помимо регистрации на сайте Артека Там необходимо написать эссе на тему Почему важна работа следователя Как бы фискал отечества Нам сладок и приятен Ну, в общем, друзья, это, конечно И это ведь подрастающее поколение, да? Да, а перед этим сообщалось, что Генеральная прокуратура России Запускает в Артеке образовательную программу Юный правозащитник Вот так А я понимаю, откуда рождается, на самом деле, у российских чиновников Вот эти вот патриотические идеи Потому что власти Аргентины Нашли 400 килограмм кокаина в посольстве России Точнее, в дипломатической почте Которой в дипломатическом багаже Которую российские дипломаты пытались из страны вывезти 389 килограмм, Павел, не 400 11 куда-то пропали Я так понимаю Да, потому что заголовки везде выходят 400 килограммов Заходишь в новость, а там 389 Вот вопрос, где еще 11? А это, я думаю, для ровного счета Потому что 389 килограммов кокаина Это примерно 50 миллионов евро Они решили округлить Не надо нам лишнего И раздали безработным аргентинцам В общем, сотрудники дипмиссии 12 чемоданов с кокаином На территории российского посольства в Буэнос-Айресе Это же просто 360 пакетов Общей суммой, общим весом 389 килограммов Более килограмма в каждом пакете Я думаю, что следующая новость Она связана с этой новостью В России может появиться Министерство виртуальной реальности Вот куда пошли 11 килограммов Мы нашли ответ Создать Министерство новых технологий И виртуальной реальности Предложил заместитель председателя Госдумы по науке и образованию Борис Чернышев Его инициативу уже направили на рассмотрение правительства Сообщает телеканал Russia Today Делает так Министерство уже работает Да, виртуальную реальность очень нужно задействовать в образовательном процессе По мнению этого министра Создание этого министерства По мнению Чернышева Поможет России совершить прорыв в этой сфере И обеспечит дополнительный доход Нельзя упускать подобный шанс Говорит он И оставаться в стороне от развития технологий Способных совершить революцию в науке и обществе Успехи, прогресс в развитии экономики Видишь? Нет, а он есть Я вам также добавил, что виртуальную реальность Можно задействовать в образовательном процессе Это позволит школьникам запоминать материал С помощью полного погружения в него А что это у вас на верхней губе? Это мука Да, главное перед этим учебник истории Это пудра Кстати, новость, которая тоже может быть связана С вот этими самыми злосчастными 389 килограммами кокаина Я уже практически сдал российский ЕГЭ А вот Сергей Аксенов не сдал Да Потому что у него возникли сложности с пунктуацией А вот очень сложно сказать Слово браток Это обращение как бы Его надо выделять запятыми или нет? Отжимать нельзя оставить Где ставить запятую? Сергей Аксенов не разобрался Я предлагаю послушать самого Сергея Аксенова Знаки припинания и сочинения Это, наверное, самые сложные для меня были предметы Честное слово То есть, как бы, там, мой конек, там, математика То есть, как бы, точные науки Там, конкретные какие-то вещи Сочинения всегда были проблемы Помогали родители дома Там и так далее Сегодня помогать никто не будет Брошенный произвол судьбы Ну, как-то, надеюсь, с запятыми разберусь Слушая поток сознания Сергея Аксенова Я тоже затрудняюсь определить Куда там можно поставить запятые И иные знаки припинания Сергей Аксенов утверждает Что его конек это математика И следующая новость Она это иллюстрирует Потому что крымским чиновникам Суммарно за прошлый год Пытались дать 121 миллион рублей взяток Я так понимаю Это те, которые не донесли А те, которые донесли сумму Их мы не знаем В общем, Следственный комитет России Сопровождая Говорит, что если сложить все деньги Которые были предложены в качестве взятки Я так понимаю То общая сумма 121 миллион рублей передали Это если там еще поставить запятую Понимаете Среди этих цифр Может быть, об этих запятых Говорил Сергей Аксенов Кстати, да Я, говорит, не ставлю запятые Внутри цифр Они становятся меньше Зачем? Я так понимаю 121 миллион рублей Это же какое-то нищебродство Это те деньги От которых российские чиновники Отказались Говорит Себе оставьте Деткам хлебушка купите Потому что нам такие вот Извините Суммы Они вот Ну вот куда я Сергей Аксенов Когда к нему приходят договариваться На бумажке пишут Сумму Вот он очень боится Там ставить запятые 121 миллион Это там, где, видимо Забракованные были Поставлены запятые И Собственно Не пошло Слушайте Я так понимаю Что Россияне Входят в раж В раж Они входят Потому что На американские выборы влияли Влияли На украинские Очевидно На Молдову влияли На Брекзит даже повлияли На Брекзит даже повлияли Все думают На что же еще повлиять А давай на Оскар Оскар? Оскар Россия пытается повлиять На Международную На премию Соответственно Американской академии киноискусства Об этом пишет Нью-Йорк Пореченкову хотят Оскара дать Или что Кто хочет сняться в хорошем кино? Михаил Пореченков Хочет сняться в хорошем кино Они хотят, наверное, задним числом Дать Фильмам Как Шонова За лучшую режиссу Александра Невского Да Давайте пересмотрим Голосование за 92-й год Отнимем там Не знаю У списка Шиндлера И отдадим сразу там Кокшонову У списка Кокшонова, да? Москва пытается Предотвратить За получение Оскара Двумя документальными Фильмами Которые ей не нравятся Об этом пишет Нью-Йорк Таймс Один из них Это фильм о войне в Сирии Который называется Последние люди в Алеппо Его снял сирийский режиссер Ферас Фаяда Режиссер утверждает Что как раз он Является Объектом атаки Российской пропаганды Вот А также Брайан Фогель Это режиссер Фильма Икар Государственной программе Допинга в России Заявил он Что вынужден Четыре раза Менять расположение Продакшн-студии И постоянно Прятать главного Персонажа Из-за попыток Наблюдения Угрозы жизни Слушайте Это говорит Это не наши члены Американской академии А просто члены Киноакадемии Которые Выполняют Определенные задания В военной сфере Которые защищают Права Русскоязычных Зрителей Голливудского кино Да Потому что Если бы это не сделали Мы Это сделали бы Солдаты НАТО Да Мне интересно На что еще Россия Может попытаться повлиять До Оскара уже дошли Слушай Ну понимаешь Вот наряду с этим Очень классно же Смотрится новость Про то что Мы как бы Своё кино снимать не будем Мы просто не дадим Другим получать Оскар Да Потому что Ялтинскую киностудию Российский бизнес Не заинтересован восстанавливать Об этом на секундочку Сообщил не кто-то Сергей Аксенов Так подождите В 2014 году Да Не кто иной Как Никита Сергеевич Михалков Он же Бесогон Он же Бесогон Он же Никита Бесогон Михалков Да Да Он хотел спрерва Бульдог Но Бульдог оказалась занята Поэтому он взял Бесогон Неким Гариком Да Он сказал что Ялтинскую киностудию Обязательно возродят Что там будет просто Просто Голливуд крымский Да А что теперь Передумал Он в общем да В общем частный бизнес Не заинтересован в том Чтобы восстанавливать Поэтому разумеется Вбухают бюджетные деньги Сергей Аксенов хочет 4 миллиарда рублей Министерство культуры Уже посидело Российской Федерации Посидело или поседело Ну оно поседело Представит сколько Придется посидеть По результатам ревизии Ну в общем 4 миллиарда Рублей Это же где-то 1,7 миллиарда Гривен Это же я пытаюсь Сейчас посчитать В долларах И я как бы Вот опять запятых путаю Если 4 миллиарда рублей Разменять по 10-ти рублевым Купюром И сделать из этого Папье-маше То как раз Можно отстроить Павильоны Ялтинской киностудии Точно Точно Из 10-ти рублевых Купюр Кстати получится Хорошо Тепло А можно еще Монеты Столбиками Так выстраивать Чтобы были Несущие конструкции А я вот сразу Смотрю на вас Сергей И понимаю Что у вас Какой-то Определенный Архитектурный Талант Друзья Но все это Вот как-то Не привлекает Между тем Туристов Потому что Летом 18-го года Россияне Скорее всего Предпочтут Отдыху в Крыму Курорты Турции Сообщает нам Российский Туристический сервис Это как так? Да потому что Сегодня на Турцию Приходится четверть Всех заказов По раннему бронированию И за год Эта страна Поднялась четвертой На первую позицию В списке лидеров Раннего бронирования Среди россиян То есть Вот эти вот Билборды Которые в 14-м году На море Вот они уже Тоже не работают После Турции Никто не едет Посмотреть Где же там Симферополь и море Где же там Эти игривые дельфины На Симферопольской набережной Где же эти Толпы чаек Да там и набережная Это теперь Понимаешь Проблема Что нет Она по Сочи И только потом Крым То есть Турция Она по Сочи А потом Крым Это печально Ну вот Как-то Да Да Друзья А вообще Еще в десятку Мест Куда хотят ехать Россияне Бездуховные И бескрепные Туни Нет Извините Туда едут Гастарбайтеры Понимаешь В Сирию А отдыхать едут В Тунис Кипр Испанию Вьетнам Мексику Хорватию И Таиланд В общем Как-то не везет Симферопольскому морю Ничего Не можем с этим Поделать Друзья мои Да Да С 1 марта До Каланчика Из Киева Можно будет доехать Железнодорожным транспортом Поэтому В общем Если Крыму не едут Но надо Крым Вытаскивать Как бы в Киев Да Об этом заявил Постоянный представитель Президента Украины В Крыму Борис Бабин Он говорит о том Что С 1 марта Будет согласовано Расписание Пригородного сообщения Между станцией Вадим Это Железнодорожная станция В селе Преображенко Херсонской области Приблизительно 10 километрах От пункта пропуска Каланчак И киевским поездом В Херсоне В общем Отлично Ребят Друзья Не теряйте время На самом деле Логистика С 1 марта Улучшится Поэтому Если у кого-то Есть идея Приехать в Крым Милости просим Опять же Биометрические заграны Вас всегда ждут А вот Новость Из серии Ну я не знаю Вот знаешь Это премию Премию Дарвина Которую вручают Людям Которые Самым тупым образом Ушли из жизни Я думаю Что нужно Такую же Премию Имени Российской Олимпийской сборной Придумывать Пора уже Премия Мельдония Премия Святого Мельдония Орден Святого Мельдония Орден Святого Мельдония Получает Керлингист Александр Крушельницкий Который Ну это же был Гигантский скандал Всю российскую Олимпийскую Сборную Дис Квалифицировали После жесточайших Проверок Отправили Там какое-то Незначительное число Россиян Которым запретили Даже российский флаг Нести Российский гимн Исполнять И все равно Один взял И нажрался Мельдония Керлингист Он просто Прафтыкал Этот скандал Он же занимался Своим керлингом И мельдонием Натирал вот этот Пол перед этим Камнем А что Уже нельзя Блин А что вы молчали А я-то думаю Чего мы без флага Поехали В Олимпиаду Что-то тут не то Думас Первый раз Мельдонием Переборщил Мы могли С трибун подсказать Но трибуны На керлинге Они же пустые Всегда Поэтому вообще Не заладилось А камень этот Он молчит Вообще Понимаешь Проблема в том Что люди Которые часто И много Употребляют Мельдонием Вот как раз таки У них камень Не молчит Но в этот раз Он не рассказал Что Что он должен Молчать В общем Человек Завоевал бронзу Но потом Обнаружилась Мельдони В его допинг Пробах В общем Он с Олимпиады Уехал Медали у него Отобрали И отдали Если не ошибаюсь Норвежцам В общем Как-то Не заладилось И он отказался От слушаний В суде Назвав эти слушания Напрасными Я это все знаю Господин Крушельницкий Вас в суд вызывает Ах Оставьте Заберите медаль Заберите Да Я вообще уборщиком Пойду работать Я теперь умею Я же керлингист Я же натирать Все знаю Как правильно Вот Друзья Новости Из Евразийского Союза Как мы помним Казахстан Это ближайший Сподвижник России Ее так сказать Восточный форпост Ее соратник По ОДКБ Организации Договора Коллективной Безопасности Отказался От кириллического Алфавита И что И от буквы И И кратко И от буквы И он отказался В общем Новый алфавит На основе латиницы Назарбаев утвердил Ни одной русской буквы Сетует издание примечания Вот В общем Я просто хочу напомнить Что как бы Казахский Алфавит И раньше Как бы строился На основе латиницы Потом большевики Перевели его На кириллицу Но вот как бы Президент Казахстана Решил Что историческая Правда Должна восторжествовать И с 2025 года А это через 7 лет Казахстан Будет писать На кириллице На латинице На латинице На латинице Да Товарищ майор Пытался меня сбить С толку Подсказывая в ухо Мне неправильные данные Но спасибо Сергею Макрушину За то что он Восстанавливает Историческую справедливость На кириллице Пока еще пишет В инстаграм Кот мостик Знаете Кота мостика В инстаграм А вы тоже Как бы употребляете Мельдония Я так посмотрю Сергей Я просто знаю Куда делись 11 килограммов Из Аргентины Главный символ Стройки Керченского моста Я забыл так сделать Да Кот мостик Согласился Сесть на диету После масленичной недели Запись об этом Появилась на странице Котам инстаграм Цитата Масленица закончилась Хороший праздник Но полнит Еще тарелочку И возвращаюсь К любимой креветочной диете У меня вопрос У меня вопрос Воспроси к фотографии Это Вы опять нас Начинаете знакомить С вашими выдуманными Друзьями Карлсон Я не знаю Там Семь миллионов Туристов Которые приехали На полуостров Кот мостик Говорящий камень Для керлинга Я между прочим На самом деле С этой Выдуманной Фейк ньюс Как сказал бы Дональд Трамп Так вот Ну я единственное Могу сделать вывод Я на самом деле Тоже готов сесть на диету После масленичной недели И после того Как вы увидите Запись в инстаграме Кота мостика Да Но меня-то в отличие от него Не кормили блинами С лопатой Друзья Есть еще Одна новость У меня еще одна новость По Крымскому мосту Жгите Безопасность Крымского моста Обеспечат дроны Дроны Да Система комплексной безопасности Кершенского моста Должна включать Мониторинг подводной Надводной Воздушной обстановки Действия террористической Атаки В том числе С использованием дронов У меня такое ощущение Что знаешь Вот Люди которые его строят Они такие вот смотрят Говорят У нас еще остается 200 миллионов рублей Не попиленных Давайте Давайте придумать Они должны были пойти на проект Но проект мы не заказывали Поэтому Что-то делать Давайте инстаграм Коту мостику заведем Сразу О все такие Класс Пиши 50 миллионов рублей С мета Все отлично Замечательно Тарелка с блинами Скажи Выбросил в пропасть Выбросил в пропасть Да Давайте Что еще придумаем Еще 150 миллионов Давайте Дроны купим И скажем Что это для охраны моста В общем Друзья Я так понимаю Нас ждет Много Новостей Замечательных По поводу Крымского моста Но есть И Такая вот Реальная Так сказать Реальность И мы хотим Ею с вами поделиться Мы провели Опрос В том числе В Ялте И задавали Один простой Собственно Один простой вопрос Крымчанам Что они потеряли После аннексии Крыма Россией В феврале-марте 2014 года Давайте послушаем Ответы Потеряли Возможность Общаться С европейскими Нашими друзьями Ну я думаю Это все наладится Я считаю Что вообще Ничего не изменилось Вот как для меня Ну я не знаю Ну вот Для меня лично Путин Ничего хорошего Не сделал Мы потеряли Дружеский народ Понимаете У нас И знакомые И друзья Что там творится Конечно Фашисты Пришли к власти Потерять Ничего не потерял А получил Страну В которой я родился В России Советский Союз Россия Вернулись туда Откуда ушли Вот скажите Этим людям Что Советского Союза Уже давно Не мешает Человек вернулся И не надо Как тот кирлингист Человек вернулся В 91-й год Все нормально У него Понимаешь Он там с мумией Советского Союза Как бы целуется Обнимается И нормально А вы Сергей Фашист Как нам рассказал Я Да Гаупштунгфюрер На самом деле Дер Макрушин Вот Он как бы взял Власть в Киеве Вот нам только что Популярно И никому не отдает Никому не отдает А зато Вот есть Например В Севастополе Хорошая новость Опять же Есть и хорошие новости Сергей Почему они всегда В Севастополе Происходят Почему не в Керчи Может быть просто В Севастополе Местные сайты Не пишут плохих новостей Поэтому в Севастополе Всегда хорошие новости Там увеличивается Количество лавочек И урн Которые В конце 17-го года Закупили Для того чтобы Спешно освоить Остатки бюджета Увеличивается Насколько По-моему там уже Их негде было Ставить На одной площади На одной площади 50-летия СССР 33 скамейки Поставили 33 скамейки Да На одной площади И еще как бы 200 в запасниках Я так понимаю Потому что ну как бы Сложно поставить 200-33 скамейки На одной площади Потому что площади Не останется Откуда они их берут Столько Они лезут на свет Просто Лавочек раньше Было мало А потом решили На все оставшиеся Деньги их купить Ну вот я так понимаю Теперь их будет много Любимое Аргентинское Пришмыгивание Сергея Макрушина Которое дает Четкий ответ На вопрос Куда делись Недостающий 11 килограмм Кокаина И откуда 33 лавочки Появились Это вообще На самом деле Вот эти 389 килограмм Кокаина Которые Российская демиссия Пыталась вывести Из Аргентины Они вообще Дают ответ На вопрос Откуда все Откуда все Эти новости Берутся Нам на самом деле Ведь даже Ничего придумать Не приходится Просто Бери Читай заголовки Выводы Друзья Предлагаем Вам делать Самостоятельно Да Да И реальность Ничем не отличается От репортажа Например Того же Хантера Томпсона Это только современный Крымский пармезан Друзья Берегите себя Читайте нас Слушайте нас Услышимся через неделю Крымский пармезан Крымский пармезан Крымский пармезан Продолжение следует...